Добро пожаловать. Наше время уже прибежит со скоростью света. Но это будет одно из тем, с чем мы можем пробовать. Есть пробоведи, которые Бог как откровение уложит в наш дух. Есть пробоведи, которые нам просто нравятся, они нас интригуют, что-то с нами производят, и мы воспроизводим их. А есть пробоведи, которые рождаются из обстоятельств, где я не могу сказать, сколько говорили Духа Святого, сколько просто человеческого наблюдения, не знаю. Сегодняшняя пробоведь, она как бы по своей теме утвердилась обстоятельством. У меня в последней неделе было несколько разговоров, где я пытался, не в других местах, одному человеку, в других местах, нескольким людям, говорить о общих знаменателях веры. И я когда-то их назвал «Законы Вселенной». И люди на меня смотрели большими глазами и не могли меня понять. Если это точки зрения, я посмотрел, что последний раз на эту тему я говорил в 2009 году. Я сам для себя еще раз просмотрел эту тему и хочу говорить о ней сегодня. Итак, интересно, что в Духовном мире, как и везде, по всем творениям, есть определенные законы. Я их назвал «Законы Вселенной», потому что эти законы, они действуют и в человеке, и за его пределами, во всех странах мира, на всех континентах, и даже не связаны с этой землей мир в пространстве, которого мы наблюдаем. Мы уже сказали, ну и какое отношение, и зачем нам это? Я заметил интересную вещь. Что есть в этом мире масса законов, которые в своих корнях несут именно вот эту закономерность законов Вселенной, так называют. И поняв один принцип, можно понять законы, которые мы сегодня еще не догоняем, но и можем их перевести в практику и понять, как они работают. Например, если кто-то изучил историю еврейского народа по отношению выгоды из Египта, то этому человеку легко объяснить, что такое покаяние, духовное обращение в жизни человека. Потому что то, что там происходит, это параллель к нашему процессу покаяния. Мы выходим и выводимся, Бог посылает людей, остается выводимся из мира для того, чтобы повести нас в обетованную землю, в духе, как и физическую. Итак, законы, которые я буду называть, не имея какой-то специфических последствий, я их просто, как они пришли, так записал. И также хочу сказать, что с этой темой я далеко не закончил. Я в своей жизни встречал людей, которые говорили о десяти и больше вот этих основных законов, которые действуют для всех, всегда и во все времена. Поэтому это один фактор. Второй фактор. Каждый из этого закона можно подразделить или собрать в одну группу, потому что как откровение такого большого, как в некоторых других темах, Бог мне еще в этом не дал. То есть если кто-то будет вам говорить о пяти основных законах, прислушивайтесь, принцип тот же. Только вопрос взгляд. Итак, еще раз. Законы, которые действуют всегда, для всех и везде. Я называю их, поэтому, законы вселенной, можно сказать, законы творения. Итак, первый закон. Есть ее антисмопы. Посмотри, там у тебя есть сам закон, просто вот как это написано, чтобы она перед нашими глазами здесь впереди была. Закон-источник. Я его слышал как закон начатка или как авторские права или знаком как закон генетики. В одном случае я прочитал как закон ментальности и недавно или вчера я тоже посмотрел, как закон духа, который имеет преимущество над душой и материей, что мы здесь изучаем. Итак, закон-источник. Можно прочитать по этой теме Колоссянам 1 глава 16 стих. Через Ишуа было сотворено все на земле и на небе, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство и власти, все было сотворено через него и для него. Чтобы через что-то сотворить, нужно сначала, чтобы оно было. То есть он здесь ставится как первенец, через которого все это творится. В нашем понимании Бог творец и есть вот такой вот источник всего, что нас окружает. По нашему убеждению, Отец, Дух Святой, через Сына сотворил эту землю, сотворили жизнь на этой земле, включая человека, но сотворили и всю Вселенную. И это очень важно для понимания этого закона. Почему это важно? Потому что тот, кто автор или источник, он имеет последнее слово и право над тем, что творено. Я сейчас недавно слышал, как, мне кажется, она женщина-политик, и о ней написали биографию. И она через суд добивается, чтобы эту книгу закрыли, потому что там неточности в исполнении, ее не спросили. Она источник этой информации и имеет на него определенное право. Интересно. Снова правом государстве и так далее, естественно. Вот. Поэтому, вы знаете, когда нас вознуждаются дети, мы тоже имеем такое соавторское право. Право воспитать, сформировать, и даже если бы мы не сильно этим правом пользовались, нашим генетическим вкладом мы уже формируем и творим. Хотим мы или не хотим мы. Даже если бы не хотели, этот закон оставался бы в действии. Далее, кто является автором или началом, оставляет преданием в своем творении свою генетику, как я уже говорил. Поэтому интересно всякая манипуляция генетических кодов во всех темах жизни небезопасна. Потому что мы из всего оригинала вырываем и начинаем производить и могут быть последствия эффектов, которые не задуманы творцом или того, который родил или изоблюден. Очень важно в жизни знать источник идей, программ, которым мы пользуемся. Иногда мы высказываем какое-то слово или какую-то формулу, которая клево звучит. Но важно знать источник. Откуда эта мысль? Потому что согласившись с одним предложением высказываем, если мы не проверяем его на слове в описании, я вам скажу, три секунды какое-то побочное учение начинает развивать нас и кидает нас куда-то в канал. Я много таких иноякунных учений или жилых учений встречал в своей жизни, а вначале стоял просто какой-то манир, какой-то мысль, какой-то эффект. кто хочет углубиться по этой теме, советую посмотреть фильм называется «Изменивший времени» или «Тайм-чейджер». Мы как-то в самом начале … У нас идея была, но у меня пропало диск, он как исчез. Посмотреть, может быть, у меня есть очень интересный фильм, который именно вот эту проблематику в течение фильма рассматривает так просто и очень даже эффективно. «Изменившее время». «Изменивший время». «Изменившее время». 2002 год. «Американский фильм». «Тайм-чейджер» на английском называется. «Тайм-чейджер». «Это американский фильм, очень интересный. Мне понравилось, я посмотрел, мне так интересно, а кто это сказал? Там себя вопрос «А кто это сказал?» «Если я это сказал, вы можете пропустить не уже, но если это сказал кто-то, это творец, опасно пропустить мимушей, потому что я игнорирую источник». «Немножко другое, надо пометать пол автора, а не автор не всегда упометает, это привело к тому, что...» «Ну, я тебе говорю, это именно связь, знать, кто является автором». «Автором». «Окей, также мы знаем, например, по отношению вот этих основ источника, программа Windows. Майклозофт является владельцем этой программы. Они источник, изобретатель. И они владеют кодами, как войти в эту программу, которую они не дают никому. Они ее знают, как никто другой. Это с одной стороны интересно, но с другой стороны мы должны понимать и другую сторону медали, что в данный момент их программы установлены примерно около 90% всех компьютеров мира. Может быть больше, может быть меньше. Это примерно я видел цифры от 80 до 95%. Но даже 80% на весь мир это обалденная цифра с одной точкой зрения. Имея эти коды, они в состоянии заставить эту программу работать так, как они хотят. По логике, которую они утверждают, по ценностям, которые им святы, они источник. И хорошо знают источник. И кто за этим стоит? В данный момент ситуация такая, что в большинстве почти все банки пользуются принципиальной системой Microsoft. И Microsoft в состоянии движения ока просто всю эту систему дать сорваться или рухнуть мгновение. Какая власть. Не говоря о бизнесе и так далее, это просто может с такой волной быть, что нам всем мало не покажут. Они владельцы. контролируют мир. Примерно полтора миллиарда приборов сегодня работают по этой программе. миллиарда миллиарда. Это когда цифры, которые выдает сам Microsoft по себе. Итак, кто есть источник, имеющий власть по отношению программы духовную и физическую? Далее, на основе того же закона мы читаем 1 глава 1 стих. И вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было у Бога. Теперь мы можем сказать, но это стоит предложение. Но кто помнил закон источника, понимает какая власть за этим высказыванием устояния? С самого начала был источник и источник Бога. То есть, понимая этот закон, я могу в своем сознании с легкостью облокотиться на именно этот источник и сказать, если есть что-то правдивое, совершенное по отношению жизни, которое подтворено им, это Он. Он есть источник моей жизни, источник этого дерева, Миши, этого стула из всего, что меня окружает. И Вадик, извиняюсь, так. То есть, в начале было слово, и слово было Бога. Он начал. Исходя из этого выражение Всевышнего о себе, которое сказал, помните, когда происходило призвание Авраама, Он сказал, я есть. Это такое выражение, которое в себе связывает бывшее настоящее и будущее в один момент. Мы, как люди, обычно смотрим или туда, или туда, или сюда. Но так он вне времени, он может быть и тем, и этим, и другим в один момент. Я скажу, когда мы поймем само вот это имя, это высказывание и поймем, какая власть за этим стоит, наше отношение может очень измениться. И я как-то читал недавно, что все имена и титулы Бога, которые еще встречаются в Писании, отсюда истекают. Поэтому еврейский народ, понимая эту ценность, не произносит это слово «брок». Или вообще старается не трон, потому что она свято. откуда хорей изменить господин Херн тогда все изменить 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 Я как-то сидел вчера вечером ночью уже было и представлял себе вы помните высказывание одного из знаменитого человека этого Мирка Архимеда который говорил дайте мне точку опоры и я погру эту землю мир я думаю что именно эта точка опора через которую может поменяться все именно является вот этот Я есть тот кто за этим именем стоит понимая вот эти законы еще раз нас она высвобождает совершенно другое отношение к вещам к людям и обстоятельствам итак поэтому когда мы понимаем принцип этого закона легко понять и принцип света или то что Ишуа сказал Я есть свет свет мир свет почему свет потому что свет такой момент который по отношению противоположности темноты тьмы всегда победитель свет и тьма встречается что вы играете всегда свет и нет другого выбора понимаете понимая закон понимая вот это высказывание которое стекает из него это понимание о победе совершенно другое и отношение к нашей жизни к этой теме может совершенно измениться большущая тьма и маленькая искра пробивает тьму это уникально это прекрасно свет побеждает тьму так мы читаем в писании и потому что Господь Всевышний является самым главным источником поэтому его никто не может догнать и обогнать по отношению высказываний что он всемогущий всесильный всезнающий и вестесущий далее есть интересные моменты связанные с этим законом это касается нашего внутреннего человека как пример есть взаимоотношения среди нашим внутренним человеком и внешним мы знаем и знаете что интересно здорового отношения всегда внутренний человек отражается во внешнем и хорошие стороны внутреннего человека отражаются во внешности но и плохие стороны внутреннего человека отражаются во внешнем потому что закон источник сначала был дурный а потом все другое скажу так человек который в своем духе вне порядка вы увидите этот беспорядок его внешности его порядке на рабочем столе и его комнате есть закон и закон источника действует везде хотим мы это или не хотим можно припудрить можно какой-то момент убраться почистить время но этот характер заложен в духе будет всегда пробиваться во всех моментах где я оставляю свою почту в закон источник и это настолько интересно поэтому не пренебрегайте вещами внешним вашем мире которые вы замечаете а пытайтесь узнать что же происходит внутри наблюдая за своей внешностью безалабельный человек в жизни он и в духе безалабельный неосторожный в жизни и в духе неосторожный человек честный на пределах практики он честный в духе преданный человек в практике преданный в духе потому что оно откуда-то исходит и духовный мир контролирует физически, а не наоборот. А все другое это временная война. И если мы не выходим из этой битвы, мы попадаем в пропасть и просто умираем. Или выигрываем и восстанавливаемся в Господе нашим ищем. Поэтому, говорю, не буду много спорить, но это интересное наблюдение. Если творение мира и вселенной произведено одной я так прочитал энергию, я скажу, одной личности Бога, то есть если он произвел человека, природу, материю, животных, вселенную, то получается, что я работаю по тем же принципам, как это растение. Потому что закон вселенной действует в нем, во мне, в Миша, в дереве, в погоде, и все, что нас окружает, все, что творено, все вышло. Законным они подвержены все тому же. Почему это важно? Понимая этот закон и этот принцип, и законный с дочкой, я понимаю, что во всем видим почерк творца. И понимая, что его почерк в Кристине так же, как во мне, обижая Кристину, я обижаю того, который в ней оставил свою роспись в почке. Обижая природу, портя ее, я порчу тому, который свою роспись поставил. А если видеть это глобально, то испортив природу, погоду, я порчу себя, себе. Поэтому даже все работает по одному закону. И закон, который не пренебрегает вокруг меня, он произведет действие во мне, я действую по тому же закону. Окей? я могу еще больше сказать. Еще один пример. Я встречал людей в своей жизни, которые говорят, я ненавижу себя. У меня это не нравится, это не нравится, это не нравится мне. И эти люди удивляются, что другие к ним имеют мало или пониженное отношение. а в принципе это закон источника. Если я о себе плохого мнения, это обязательно выразится в моем поведении, в моем говорении, как я стою, как я смеюсь, как я разговариваю, как я двигаюсь, как и строя на моем жизни. И этим я формирую того, который смотрит на меня. И я диктую моему партнеру, как он меня уникальен. Уникальен. Если я думаю, что мой партнер не оценивает меня, загляните в себя. Что? Не хочет? Капут? Секунду. Да. Мы практически с ним. Виск? Господь и Новый Батрин. Представляете, мы сейчас рассматриваем только один закон. Правильно? Когда вы принципы боли, просто занимаются. И то, что я говорил в прошлый раз, в концу свобода, это вопрос, когда он принимает решение, готов, решение, чтобы На этот момент я оставлю это тело и перейду шаг дальше. Следующий закон, вам очень смотрите. Это закон посева и жадвы. Мы говорили об этом законе не один раз. Человек пожинает, что он посел. Галатам 6 глава «Сильвости». Вы помните? И вы помните, может быть, как-то я уже цитировал эту мысль. Я считаю ее уникальным. Закон посева и жадвы он видел везде, во все, во все времена, пока существуем в новой этой земле. Что будет потом в новом Царстве Небесном? Не знаю. Но счастье стоит опять и за. Виньям Текарей, или как его звали, не знаю. Макичанин, 19-го столетия, 1911-1963 год. Он когда-то произвел вот это высказывание, оно формировало мышление наше и много открыло о божественной мудрости, заложено в жизни. Он говорит, что по всей мысли пожнешь поступок. По всей поступок пожнешь привычку. По всей привычку пожнешь характер. По всей характер пожнешь судьбу. По всей, на всей, по всей, по всей, по всей, по всей, по всей. Давайте, это просто настолько интересно, что я думаю, что мы запишем. Смотрите, вся эта цепочка действует до действия одного конкретного закона. Элементарного. Когда мы встречаемся каждый день. Сейчас мы интенсивно переживаем, когда восстает эта природа. Когда снова начинает трансформация. И мы все участники этого процесса и как она нас формирует на нашем реале. А все настолько просто. Начало – это просто мысли. Я стою вот здесь вот, смотрю на вас, я допускаю какую-то мысль. И я сейчас не понимаю иногда, что эта мысль приносит собой. Потому что из мыслей, поступков, 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 из поступков привычки, из привычки характер, и это влияет на мою судьбу. И можно продолжить дальше. Но моя судьба влияет на мой окружающий мир. Окружающий мир влияет на свой окружающий мир. И, в принципе, она мысль, можно завладеть всеми. Это влияет, больше или меньше. Напиши обоих. Я думаю, что эта мысль ему знакома, и поэтому… Нет, потому что были изофиксированы. Нет. Супер. Они активны в своем писании. А в основе, как просто, правда? Я сижу, иногда дома, и чердак думаю. Я представление не понимаю, что мы завтра, без этого, что я сегодня пропустил эту мысль. И поэтому, в Библии очень нравится, и контролирует свою мысль. Все, что приходит в тебя, контролирует. Как только пришла мысль, и ты сделал галочку, она начинает сведеная. И действует по закону спасения же. Зависимо от источника и то, что я… Я в нашей мысль к послушанию… Кстати, на копиях, которые там лежали, у меня еще лежат, там одна ошибка в следующем блоке, вторая страница. Там, где я там не считаю себя неправильного, там просто не… Я лично два раза не его использовал, да? Там, где я считаю себя неправильным. Это то, что я вам уже сказал. То есть это касается и тому, и другому закону. Там, где я считаю себя неправильным, выражая недовольство в сознании себе, там, где противоположный пол будет стимулироваться мои отношения к себе. А кому хочется быть с недовольным человеком? Да? То есть она и там подтверждает закон, и этот закон подтверждает. Во-первых, я как источник, потому что я имею право первым сказать, что я думаю о себе, а второе, что я посею этот, произвожу это следствие. И если я честен перед собой и перед Богом, то я должен согласиться и повезти к этому следствию. Я в свободе принял решение, как к себе обращаться, и я имею ответственность в последствии этого. Свобода и ответственность. Хотим мы или не хотим. Кто этого не понимает, просто наломает. А кто понимает, будет контролировать и свои уста, и свои мозги, и свои действия, и будет просто следить за собой. Да благословит вас в этом для спорта. Итак, по этому закону семя собаки не производят свиней, а семя обезьяны не производят человека. И так же противоположно один. И так же, извиняюсь, человек рождает человека, верующий рождает верующего, община рождает общины, и это можно продолжать дальше и дальше. Богатый рождает, нет, благородный рождает благородного. Почему дети благородные и благородные? Есть исключения. Всегда исключения, потому что у нас есть свобода. У нас есть свобода. А то бы все было бы как компьютер на графике. И вот свобода определенных выборов и благородного имеет последствия, что он может идти под пост. Свобода. Но есть закономерность. Я сейчас говорю о закономерности. А то, что мы имеем право за свободу выбора, и при всех положительных факторах, которые в моих руках уйти в откос, это наша свобода. И мы здесь также ею владеем. Правильно? Нет. 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 Остана. И в том числе, что мы говорили, что я и все из нас с максимальным позитивным потенциальным в руководстве, которые в этом случае будут все стороны, для того, чтобы не было ничего. И это не же, что в принципе, после того, как в СССР. Но это иначе, что когда я вошла, какой он, который менялит. И мои родители имел, когда они имел, как имел. Или, как имел, как имел. Это значит, что они заинтересованы и пообедат. И я думаю, что много лет, когда они потом в обстанях, и затем снова за 20 лет, и потом в эти Вики, которые были вверх, и в Эльфа. Об в Глауме, или в Волстан, и это в других. То есть, когда вы вредны в отношениях, тогда вы обрабатываете эти вещи. Так что это очень важно, и в следующем видео мы с вами не закончили. Поэтому доброе рождает добрых, совершенный Бог рождает совершенных детей, и, являясь сам вечным, рождает нас, своих детей, для вечности. Это говорит о потенциале, о том, что по закону Всевышнего, рождая нас, Он вложит в нас, мы не обязаны это использовать, мы можем противодействовать этому закону, мы можем допускать множество ошибок, сознательно или несознательно, и они, по факту нашей свободы и ответственности, повлекут за собой цепочку процессов. Но потенциал, понимаете, когда мы возвращаемся обратно и понимаем потенциал, который Он вложил в нас, и иногда так. Начни сейчас. Оставь молодые люди и годы молодые выражения, чтобы Бог никогда не оказывает, раз Он нашел сейчас, значит, Он не опоздал его в геменцию. Кто увлекается безбожиим, пусть не удивляется облаждением любви к братьям и сестрам, к Библии или общению с людьми. Закон по Северной Жадной. Северная на одном, она будет влияниеме всегда в другие сферы. Некоторые думают, ну, только мой один грешок я допускаю в отдельной сфере, он тоже не видит. Как Библии, этот один грешок все тесто сделает кислым. И обязательно, просто столько времени, пока он его полностью заквасит так, что ты от перекваски этой есть не сможешь. И самок принципиально ставит, и другим рядом с тобой. Как интересно, как все вкусно. Бог милостив, Он прекрасен. Ладно, следующий закон. Закон греха. Он прозит. Есть одно слово в местном описании, и она такая прямолинейка, ясная, которая стоит в Римлянном, 6 главе, 20-30 стих. Возмездие, или цена за грех, смерть. Это закон. Извиняюсь, Римлянном, 6-23. Я вспомнил, он не верит. Да. Цена за грех, смерть. Все есть? Это закон. У нас есть бумажки, я думал, что найдем, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, цена за грех, смерть. Еще раз, это закон Вселенной. Чем отличается закон Вселенной от многих других законов? Они без школьного характера. Или, они в своем характере, сам Бог подчиняется им же. Поэтому, в свое время, Всевышний, в связи с тем, что цена за грех, смерть, чтобы не умерить человеку, он утверждает такой порядок, как жертва за грех. Жизнь за жизнью. И когда ни это не получается, потому что столько жертв нет на этой планете, чтобы все наши грехи покрыть, она становится тем больше и больше. Что происходит? Бог дает универсальную жертву, ищего, чистого, божественного, для того, чтобы цена. Но, что интересно, Бог не пришел, сказал, я установил закон жертвы за грех, смерть, то есть установил, а теперь меняю его, и делаю новый закон, и все. Он опыт. Но Бог настолько совершен. Бог настолько сам себе в ответственности, что Он говорит, мы из слова вечного характера, Он утверждая этот фактор, Он сам себя ставит под этот закон. И Он не изменяет его, а исполняет его. И когда первое исполнение не происходит, не сработало, Он дает следующий шаг. Потому что Он не забыл свою цель. Создал у человека подобие своему для общения с Ним. Поэтому научитесь. Бог не меняет своих законов. Бог, утверждая закон, Он может только исполнить. Или повысить, утвердить или уточтить, но Он не может его, он не делает, вот я не вижу, чтобы Он просто его выкинул. Это, кстати, большое влияние будет иметь и по отношению к тому, что мы услышим в понедельник. И кто? На всеми нами. И я иду с большими открытыми ушами. Итак, на этом точке закон Крихана, думаю, известен, и мы все его пережили в то ли поперек. Еще один такой закон, который простой и коротой, и все-таки действенный, и жизневажный. Это закон любви, милости или закон духожистия, можно по-разному называть. Но в основе, я бы сказал, корень закон любви. Итак, мы знаем, что для тех, кто любит его, и кого призвал по своему замыслу, все обращается по благо. Грина 8, 28, часто цитирует этот стих. Это выражение любви. Бог говорит, я сею в тебя определенное отношение ко мне. Не потому, что я Бог и такой эгоист, что хочу это владеть этим. Но это для тебя, человек, во благо. То есть возлюбившим Бога всем сердцем, душой и разумением своим, и любящим ближний островок всего себя, вот так он говорит, если ты этому следуешь, то, говорит, тогда все, что ты будешь производить под этим утверждением, которое он для моей жизни дал, будет тебе по благо. Я общаю. Конечно, чего-то главное. Как ты не хочешь. Так смотри на источник. Смотри на корень. Очень просто. Элементарно просто. Но смотри на источник, потому что от него зависимо. Бог сказал, если ты, я тебе. То есть он соответствует за мои отношения с ним. Не потому, что он так хочет, а потому что это его путь. Его предложение. У меня есть свобода. Отказать я не хочу. Ну, в своей свободе, в ответственности я понесу последствия. Поэтому, еще раз, вы знаете другое местоописание? Яна 3.16, которая здесь не стоит на бумажке, она нас только здесь знакома, да? Что Бог возобил мир и для того, чтобы всякий, уверовавший в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Выражение в человеческом мире. Он говорит о своей цели. Как и здесь, во благо. Он говорит о своем предназначении. Мои мысли добры, хороши для тебя, благи для тебя. Если ты последуешь тому, как я постряпал структуру твоего функционирования, ты можешь против этого найти, но ты не изменишь этим закон в себе. Закон любви действует, но он не действует против твоего. Потому что он закон любви и закон духа. Так, я специально, специально, на муашке записал, что как он закон духа, он не может против этого действия. Он должен эту свободу оставлять. Потому что где-то он Божий, и там свободу. Уникальный. А я иногда вот эти мысли перемалываю, в себе, знаете, в такой восторг хожу, насколько он быловой, святой, совершенный, прекрасно он живет. Куда бы я ни посмотрелся. Его почерк просто, не знаю, сношивательный, но меня не сжибает так с ног, как она просто в каком-то востоке транс, надобойный. Бог, кто я? Что ты вообще на меня обращаешь внимание? В отношении к этих порядков и вещей, которые ты утвердил. И говорю, вот человек, я выхожу к тебе на встречу, он следует. Дай руку. Последуй. Последуй. Где? Слава Богу. Также он утвердил, Якова, вторая глава, 13 стиха, что милость превозносится в этом саду. Это его порядок. То есть он утвердил иерархию. Есть Иисус, есть милость, милость. Окей? Как свет и тьма. Что начинается тьма, встречается свет, свет побеждает. Невозможно по-другому. И также, там, где встречается милость, в том, что... И тогда ставь это в первую Hierarchию. И тогда, где Гнаде и Герих вовремя. Гнаде и Герих вовремя. Герих вовремя. Герих вовремя, да. Я попробую это сейчас, потому что, потому что я не могу говорить об этом. Это то, что за Фосзилансирование происходит. Давайте. Римлянам 8.2. Закон Духа, дающего жизнь через Ишуа, освободил тебя из закона предъявления смерти. Римлянам 8.2. А я уже 2.13 был. Закон Духа, еще раз, дающий жизнь через Ишуа, освободил тебя от закона река. Снова еще раз, он подтверждает этим на второе свидетельство, что минус превосносится над судом. Да, то есть, в тот момент, где я попадаю под закон Духа, или выбирая стоять под закон Духа, то закон смерти, греха и смерти не имеет власть на данную, потому что иерархия Всевышнего. Аминь. И последнее вот это вот, что верующий в Него не будет осужден. Осужден. Это снова же закон Духа. И еще раз третье свидетельство. Мне было важно для того, чтобы мы имели вот это утвердить, наша уверенность в вопросах спасения. Оно очень важно, но другому нас пленит неуверенность и неверие. Точка на этом законе. Пятый закон. Предпоследний. Четвертый план любви. Закон греха. Баланса и энергии. Всего лишь семь законов. Я рассматриваю семь. Баланса и энергии. Баланса и энергии. Что интересно, что Бог все поместил в определенную, мы говорим, порядок, но здесь есть баланс. То есть каждую тему можно рассмотреть в экстремном порядке в одну сторону и в экстремном порядке в другую сторону. Но в его порядке всегда есть баланс, который не исключает отрицательную сторону, но ставит ее на место. Например, мы говорим или рассматриваем это движение планет вокруг Солнца. Это божественный баланс. И нам интересно, что именно в этом положении оно работает. И там минимальное отклонение в сторону, может быть на десяток сантиметров, может свести целую планету с ее орбиты. И она, как комета, будет двигаться по пространству и сгорит просто и закончится. Потому что его порядок, его баланс именно силы отталкивающих и притягивающих работает. Чтобы это лучше понимали, кто-то видел, кто-то не видел, и до сих пор. И это произошло. И это было неизвестно. Незвестно. Все это вот. Но если планеты, у нас 10 cm от этого взрослых, у них, как из-за них, как и в космос, они полностью в своей существии. Так вот как в мире, я его читал. Когда все, это уже 15, 20 лет, Если бы все чинеси сегодня на 1 метр хором Тихо стоять и на случай случайно спрятать, то это же именно так с Кометом. Или если бы несколько Атомбомбов в один момент в концентрированном отворе, то это же происходит. И именно так происходит, и жизнь идет, как с Кометом, как с Кометом. еще раз такой пример, что я уже 15-20 лет и обратно читал, посчитал средний вес китайцев и сказал, если все китайцы встанут на стол 1 метра высотой и вместе, в один мгновение, пока они спрыгнут на Землю, то они в состоянии вывезти именно Землю из своей орбиты, и она может... Ну, мы сейчас говорим о порядке. Еще раз вернусь к этой маленькой игрушке. Потому что часто мы слышим, и это хорошо, но когда мы слышим и видим, она закачивается хорошо. То есть баланс – это когда силы отталкивающие и силы притягивающие в порядке, отбалансированы. Если наша жизнь является вот этой игрушкой, вот этим... И когда мы, не зная и не понимая эти балансы, начинаем нашу жизнь привести в движение, буксуем на месте, что-то доказать себе и другим, и бывает, что мы массу энергии тратим на трение, на трение, на трение. И как пить, да? Если даже получается в определенную время вдыхаешься и говоришь – не моё. И мы делаем много ошибок. Но есть вот этот принцип, когда мы, понимая, что за этим есть источник Всевышний Бог, мы говорим – Господи, возьми мою жизнь. Возьми мою жизнь. И эту жизнь твою, которую ты мне дал, поставь на уровень, который тебе угодно. Это же мой недостаток. Всё, планета упала. Если Божьего баланса нет, то... Когда Божий баланс, когда мы, понимая Его порядок, баланс... Это просто моё сотрясение. Я могу здесь поставить его. То есть, когда мы, понимая Его баланс, ставим жизнь в Его порядок, о котором Он говорит – это благо для тебя, если ты встанешь в этот мой порядок. И тогда твоя жизнь может работать. Нет, вечером мы не работаем. Да? Потому что нет вечером двигателя, мы ещё на земле и всё принято. Окей? Это только пример. Итак. Закон баланса энергии. Я читал, вы знаете много раз, и вы знаете об этом, потому что есть закон баланса энергии во всём, что нас окружает. В закрытом пространстве всякий импульс не может потерять свою энергию. Она может в другую форму энергию превратиться, но она не теряет её. Итак, можно сказать, мы видим свет в лампочке. И туда электричество как энергию подаётся. Часть мы видим как свет. Но есть другая часть, и она 90-95%, хотя бы старая лампочка – это тело. Энергия меняет свою форму, но она не теряется. И мы должны это понимать. Мне иногда спрашивают, ну, Пир, ну вообще заеду. Ну, к кому это интересует? Ну, какое отношение ты имеешь? А очень просто. Бог есть творец. Источник. Он в состоянии творить новое. О нём это говорит мы с вами. Есть многие люди и многие силы, которые пытаются копировать Всевышнего Бога на своём уровне. Один пример. Вы знаете, может, один из таких знакомых, знаменитых, как господин Кашпировский. Да? И люди приходят к нему и говорят, да, я реально пережил с телением. Обман. Люди не понимают этого. Потому что законы везде одинаковы. А закон в чем заключается? Закон энергии не меняется. Бог творец, он может. Но нет, творец, не может. Что происходит в практике, когда мы видим вот эти вот происшествия? У меня просто один друг был, мы с ним… Док, я с ним следил, с ним разговаривал об этой теме. Он говорит, у моей жены была просто… была головная боль. Головная боль. И она пошла на этот сеанс. И он звонит мне, Пета, прикинь, это реально работа, наверное, надо Бога. Я говорю, что работает? Он говорит, представь, вы были там, всё сделали, как он сказал, и головная боль ушла. Карол? Интересно. Вот ты наблюдай дальше. Потому что если от Бога она уйдет и не придет. Если не от Бога, то она к себе где-то покажет. Есть закон именно вот этого баланса энергии. Потому что другая сила не может произвести энергию, она может только здесь взять и на другое место привести. Что произошло с женщиной? Проходит какое-то время. И что у него происходит? Она заболевает тяжело желудком. Желудком именно кишечный тракт. Да. Извиняйся. Желудком. Желудком. Она заболевает желудком. Он говорит, катастрофа. Он через месяц будет снова у нас. Я говорю, господи упаси. Я говорю, не так. Один опыт сделал. Ну это может быть случайно, сюда-сюда. И он насильно, значит, сюда хочет попасть, не получает билета. И кто-то ему говорит, это работает телевизором. И вот они какую-то освещённую работу на телевизор ставят там. Всё делают как положено в поучении этого человека. Происходит этот сеанс. Что интересно? Желудком прекращает болеть. Они снова звонят мне в таком восторге. Петр всё-таки от Бога. Пристал болеть. Всё прекрасно. На третий день звонят. Бессонница. Какая ментальная вещь, да? Может только бессонница? Ну попробуйте два-три дня. Я хочу посмотреть на вас. Он говорит, пока была головная боль, она отвлекала сильно. Или желудок ещё как-то. Но когда началась бессонница, это просто психотеррор. Где вся жизнь говорит просто развиваться. Закон баланса энергии. Садана не может целить человека. Он может только, чтобы здесь взять, сделать хорошо. И как бы лучше. Он может на другом месте настолько лучше сделать. Чтобы здесь изменить. Но в принципе он не может помочь. А по закону физики всегда есть утеря энергии. Уже нет закрытых энергетических пространств. И получается, что каждый раз, когда люди обращаются к таким шарлатанам конкретно. Одно лечится. Другое количество ещё больше. Но лечится ещё больше количество. Закон баланса энергии. Понимая этот закон и понимая принцип источника, я буду два раза думать, куда мне обратиться, с кем разговаривать и кто мне помогает. Стоит задуматься. Простые вещи могут не сменить мою жизнь. Моя свобода. И так. Слава Богу, что Он через силы Своего пришёл, и Он источник всей силы. Правильно. Кстати, по отношению этого же закона баланса энергии происходит всё… saliva… С os … ? asi Все круга работают в природе, они работают по этому принципу. Потому что у Всевышнего, так как он был в порядке, все в этом балансе. Я просто хочу сказать, что люди очень многие бросаются на это, вот объявления разные, и гадания, бабки и так далее, хотят быстрых результатов, и не хотят задумываться часто, и не хотят искать источника, причину, а хотят быстрых каких-то мгновенных исцелений, каких-то мгновенных изменений в жизни. И часто попадаются, это очень важно, часто попадаются именно в руки вот таких людей, шарлатанных или, как говорится, входит в духовный мир, но с черного входа. И вот как христиан, я считаю, очень важно именно вот, когда люди спрашивают об этом, именно образовлять и наставлять людей на истину, на правду, что есть правда. Потому что Бог, Он является прежде всего как источником жизни, так и творцом. Поэтому мы должны к Нему обратиться, Он дающий. Я вам ничего не может дать, Он может только подражать Богу и забрать еще хуже, и вести еще худшую ситуацию человека. Поэтому нам, как христианам, очень важно вот это объяснить людям. Аминь. Знать, кто Он такой, кто против Бога выступает, чтобы понять, куда, по почерку понять, куда мы ведемся. И вот это не совсем, конечно, подтверждающий Матвея 24.12. По причине и умножению беззакония у многих отладеют любовь, я коротко тронулся эту тему. Помните, я Вам сказал, если я в одной сфере в моей жизни допускаю грех, и она не работает, она не может остаться в какой-то одной сфере, она всегда будет влияние беззакония. Например, если у меня вот эта емкость воды, да, и я стараюсь где-то владеть вот какую-то сферу как бы в моей жизни вытащить из этого закона или по своим законам врутить. Хочешь не хочешь, закон вот этого баланса, как вода, которая находится в емкости, она всегда выровняет это, и весь уровень опустится. Вот поэтому здесь стоит, по причине умножения беззакония во многих отладеют любовь. Еще раз, не обязательно беззаконие вовне. Пока она вовне происходит, она еще не имеет влияния на меня. Но когда это беззаконие, и я допускаю в меня, ну все же делают. Не удивляйтесь, если ваша любовь охладеет, то еще раз, в отношении и в себе, и к Богу, и к верующим, и к Библии, и к молитве, и всем всем. Да, то есть, еще раз, беззаконие вовне – это опасность. Ну, потенциал, а беззаконие, которое в меня допустил, с которым я согласился, оно то, которое дает охладеть вовне. «Паршаваст, это пре-закония, но я не могу говорить о Дойче, вовне, а Райсенсе, которое дает о фашашизи нет». Я знаю, я не знаю, что я не могу говорить о том, что я не могу говорить, но это не менее. А еще раз, здесь есть «да, где Сетсловика зумит, вовне вовне вовне, вовне, вовне вовне, 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 вовне. Это такое принцип, я это сделал, чтобы говорить, когда ты это выжил, если ты выжил, то, что ты делаешь, что это я живу. Далее я возьму больше всего тела, который я взял, что вверху листов и скажу, что это такое специальное место, поэтому я не могу сказать, что это будет на моих решениях, на моих сетях, на моих сетях. И я говорю, что все равно происходит, то есть я возьму это сделаю. Продолжение не может быть вверху, потому что в объеме этого решения будет всегда этот вопрос. И вот происходит, что все оказывается, что будет так и отлично. И именно это здесь. И в связи с тем, что эта Американка, которая берется на обучении, В этом случае будет лишь обучение. И еще не обучение обучения. Это потенциальная Афа, но еще не только обучение. Главное, когда я ее в моей жизни не возьму, обсеgeln, zulassen, dann gab es wirklich von Ihnen eine richtige gewaltige Эрб. Weil viele sagen, ja, alles drüber rum, deswegen ist die Ereignisse stark. Quatsch mit Soße. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist immer, wenn diese Dinge in mir, in meinem Leben, ihre eigenen Freiheiten gegen Gott schaffen, für die ich dann verantwortlich bei Ihnen muss, weil man mit diesem Gesetz alles inkonferenziert wird. Ja, also es ist ein interessantes Thema, könnte man viel tiefer graben. Ich lasse es jetzt auf dieser Stelle einfach mal stehen, oder? Ah, doch, eine Sache, ich gehe wieder in Deutsch, wenn du das kursst. Еще раз wiederholen sich an der Themen, помните, dass ich gesagt habe, dass alle законen der Natur haben diesen eigenen Balanz. Populationen, Volkow, in отношen zu Populationen, Zaytow und so weiter. Es ist alles sobalanz. Und wenn wir einen какой-то Balanz verändern, wenn wir uns verändern, dann kann man auf die andere sferen, die sie zu verändern. Und so, wenn wir oder nicht wollen, wir wollen. Das ist auch so, wenn wir in diesem Balanz auch, wenn wir in diesem Balanz И сейчас знаем, как правильно, когда мы влазим в генетике, есть тоже свой баланс. И когда, и теперь уже мы на таком уровне развития, ученый мир старается генетически как бы сделать всех детей, рождающихся на одном уровне максимального здоровья. Не реально, не будет работать. Потому что когда мы влазим в божественные балансы, мы можем только наделать дело в он источник, он имеет последнее слово, и он обещал, что он делает нам во благо, даже нам непонятно. Это его баланс. Когда мы начинаем власть в недре земли, и ядовитыми веществами выделять нам газ и так далее, чтобы использовать это для своей цели. Еще раз, это в принципе баланса Всевышнего. И когда мы их нарушаем, она обязательно себя покажет. Все нарушения божественных порядков имеют последствия для нашей жизни каждого деятельства. Все. Хотим мы, не хотим. Закон должен быть. Закон должен быть. Еще одну маленькую такую трону, потому что я ее встречал часто в христианстве. Значит, Всевышняя дает людям дары. Эта тема вам знакома. И как пить, да? Есть большой континент людей, которые говорят, он чего мне этого не дал? Или этого? Или этого? Вот я хочу священник быть, или пророком быть, или особо, да, чудотворение. Мои дорогие, и этот вопрос подвергается закон Божественного баланса. Бог, который сотворил нас, зная наши способности, дает каждому по мере того, что он в состоянии внести. И это хорошо. Мы забываем, что так вот Бог по твоему прошению может тебя дать в 10 раз больше. Но когда он тебе даст в 10 раз больше, твоя ответственность вырастет в 10 раз. Готов ли ты? Я скажу, большинство людей, если удвоят себе дарование со стороны их прошения, я думаю, что вероятно, что недолго это вырастет. Потому что есть закон, это сюда же относится. Закон, сейчас, 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 сейчас. Имущество, я помню, как ты говорил. Имущество нас ставит в ответственность. То есть, она обязывает нас. Люди думают, просто больше иметь. И, конечно, здесь мыслях, как у меня нет программы Божьей, я. Обычно, катастрофа есть это просто. Кем становятся те люди, которых Бог не построил в этом и не доверил? Бывают такие сложности, что вам не нравится. И я сказал, коверующие, причем, которые падали, крыклипли, развивались, потому что хотели больше, чем Бог доверил. Ну, чуть-чуть больше. Вот, двойную зарплату, кому-то идеально, как Гаврилов никогда не пробовал. Имущество обязывает. Имущество знания обязывает. Имущество способности обязывает. Имущество познания по отношению жизни обязывает. Имущество контактов обязывает. Все, что мы принимаем в нашем владении, она ставит нас в ответственность. Хотели, получили, ответили. Имущество. Имущество. Да? Все, что я принимаю, получаю, обязано. Перед тем, как вы просите какую-то даму, почитайте это перед Богом или спросите Его. Он мог вам всем дать массу дару. Например, наш брат Анатолий Гадун. Дар пророчества. Знаете, сколько людей я встречал, которые говорят, если бы мне был дар, как у него. Вы примерно знаете, что только айсберг конечки и слышали о том, что у него происходило в последнее время в семье. Я верю, что никто из вас не желает и частиц того, что он пережил. Баланс. Это духовный мир. Он более комплексный, чем мы себе хотели думать. Таково. Еще раз. Это дар. Это шанс. Но и ответственность. Баланс. Перед тем, как вы что-то просите у кого-то, у чего-то, подумай, готов ли ты для каких-то уровней ответственности. Простой закон, извиняюсь, что я все не затягиваю, но я хочу вам это передать и на один раз может в записи, а потом когда-то переслушать вы сможете. Но это важно. Один раз в комплексе. Предпоследний закон короткий. Еще раз. Закон Масс. Матвей 13 глава, 12 стих. Итак, что говорит Писание? Помните такое выскание? Потому что у кого есть, тому тому будет. И у него будет безобилие. А у кого нет, будет опять то, что он имеет. Не понимая этого закона, мы не поймем это безописание. Но это закон Вселенной. Еще раз. Независимо от того, ты веришь в Бога, не веришь. Независимо от того, ты там на Луне или на Земле. Независимо от того, ты в Африке или в Германии. Закон это тиск. По разным уровням законов. Но один вот это закон притяжения массы. Смотрите, Земля. Земля имеет определенную массу. Массу. Земля имеет массу. В связи с этой массой, которую имеет Земля, она имеет притяжение. В африке или 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 в Африке. Не верьте? Проверите. Работает. Он очень противится этому закону. Все, оно работает. Можете сказать, да пошел вот этот Бог, и все такое. Работает. Можете закопаться под землю, и там где-то в какой-то пещере жить. Работает. И слабо последствия для того, который с этим не соглашается. Понимаете? Поэтому, в общем, это законы Вселенной. Это не законы только кого-то, верующих или в церкви. Далее. Оно работает не только в физическом мире. Солнце больше в своем массе. И оно держит не только людей, оно держит еще и планеты вокруг себя. Но держит снова в своем балансе, да? Вы помните? Потому что это его закон. И все, Фея идует по этому закону, согласны мы или не согласны. Земля, планета, и все имеет подверженному закону. Вы помните, когда Иисус еще шил на этой земле? Что происходило? Он открывал свой рот, начинал учить, не собирался за человеком, и людей становится больше и больше. Почему? Они как, ну, он говорит, полномочия. Полномочия власти. То есть, получается, у всех есть определенная власть, у всех людей. Но у кого мало власти, он мало притягивает. И чем больше власти человек мир, тем больше людей он притягивает. Да? Приходит начальник какой-то фильма, уже люди смотрят. Приходит Ангел Амергер, по-другому смотрят. Приходит Барак Обама, любишь ты его, не любишь, по-другому смотрят на него. И когда он приходит, больше власти забирают, чем я, выхожу на улицу. Концентрация власти. Кому много дано, власть притягивает. Другому. Кому мало дано, мало притягивает. Интересно. Это закон. Мы должны это понять. По-другому мы не поймем многие другие процессы. И сегодня есть множество проповедей. И те, которые имеют от Всевышнего больше этой власти, тем следует другой контингент народа. Я просто выписал несколько имен из нашего пространства, из русскоязычного пространства известных. Мы не знаем, что они в русскоязычном пространстве не только в русскоязычном пространстве. Великин это тоже. Вене Хин, Джоис Майер, Кенет Коплайн, Максим Максимов, Алексей Лидеев, Александр Шевченко, Рик Крэна, Сергей Шевловский, Это все, которые в определенных сферах получили власть от Бога, и вокруг них собирались народ. Интересно? Это очень интересно. Это те, но, к сожалению, этот закон действует и в отрицательном. Собирается 5-10 педофилов, вокруг них развивается кровь. Собирается 5-10 неонанцистов, вокруг собирается кровь. Ну, белые браты. Собирается круг колдунов, вокруг собирается кровь. То же самое действие, тоже закон притяжения нас. Он универсальный, он там же действует, как у нас. Несмотря на нас, как общину, если у нас сегодняшнее посещение, то мы еще двигаться. Я себе только интересную ставлю первую. Где-то что-то не может. Где-то что-то не воспроизвели из этого потенциала, который нас главный. И последнее. Закон, я стараюсь его сейчас сократить. Законы. Почему не важно? Всякое обещание Всевышнего связано со своим порядком. И связано во время. Дорога Святого действовали в новоапостольской церкви в Иерусалиме. И мы читаем в истории, что они действовали, пока была Иерусалимская церковь. С прекращением существования Мессианской церкви исторически исчезает Рыкова Святого. В конце 19-го столетия возрождается снова Мессианской церкви и снова начинается развитие Дорог Духа Святого. В промежутке попыток было много. Люди двигались, развивались, учали, изучали. Но не пришло времени. Иерусалим. Также есть, это мой взгляд на вещи. Вопрос. Было множество попыток за две тысячи лет утвердить или восстановить страну Израиль. Но интересно, что только в 42-м году оно происходит, когда Божественное время и порядок исполнится. И вчера будет большой праздник. Когда мы говорим о Законе Древней, честно говоря, я думал, всегда знал там Юльянский, Григорианский, несколько там Еврейских, как вы видите, так называют, и на этом успокаивался. Сегодня я открыл Википедию и посмотрел, я буду найти календарий. И был просто удивлен. Потому что там только на первой странице, несмотря на ссылки, которые там используются. Лунный каретал, лунно-солнечный, солнечный, иранский, египетский, китайский, японский, иудейский, ацкетский, французский, республиканский, исламский, комментарий майя, древний греческий, юльянский, новоюльянский, к тому, кстати, к григорианский, которому присоединено большинство, часть этого мира. Закон времени. Мы следовали закон источника, Бога, который имеет право над своим творением. Мы следовали закон баланса, то есть все подвержено ему порядку и его балансу. И как вы думаете, когда Всевышний будет исполнять свои обещания? Будет ли он исполнять свои обещания по китайскому календарю? Если мы хотим понять обетование Всевышнего, хотим мы, не хотим. Нам придется вернуться к его исчислению времени. И это не еврейский опыт, это календарь Всевышний. А в том комплексе событий, когда Богу запланировано вот этот опыт? Там есть и время, посмотри по звездам и так далее, там и время заложено. Потому что все это движение, оно рассчитывается и вперед, и назад. То есть у него есть больше того. Я не могу утвердить это, да, я не тот человек, знающий все искусства этого мира. Но обратите внимание, тут здесь столько привязок. Всему свое время есть. Это не поговорка, это слово писания, книга про поведника. Третья голова первости. И там стоит. Всему есть свое время. Я восемь стихов считаю. И каждого тела под небом есть свой час. А час это не только время в общем, а это очень конкретная единица. И говорится, что есть время рождаться, есть время умирать. Есть время сажать, время искренне. Время убивать и время исцелять. Время разрушать и время строить. Время плавать и время смеяться. Время скорбить и время танцевать. Время рассказывать. Проскидывать камни и время собирать. и так далее, и так далее, и так далее. То есть если по всем этим законам, которые мы сегодня рассмотрели, мы сегодня примем решение, и надо вот самым благим быть, исполнить какую-то форму или точку обетования в Писании, то мы не должны забывать, что у него есть свой календарь, свое исчисление из Парагина. Мы можем что-то произвести, но никогда той божественной полноты, которой хотелось его ждать. Разговаривали о том, что Израилу некогда должен вернуться на обитованную землю, и чтобы он хочет восстановить эту страну, этих рассказов было все две тысячи лет. Где-то как-то больше или меньше. Я уверен, что все в его власти. Он как источник, как первоисточник, как творец, который вложил свою программу всему, что есть, происходит и будет в его власть. Поэтому даже наши молитвы благо молиться за то, что во всем мире мгновенно прекратилась война. Но есть его закон, есть закон греха, который действует, и если мы просто игнорируем факты закона времени, мы можем молиться против его воли в этот номер. что же важно тогда? Хотим мы, не хотим? И снова возвращается к нашим старым темам. Чтобы наши молитвы были в полномочии все. чтобы наша жизнь была в балансе, чтобы мы жили законом любви, понимая закон греха, нам нужно контакт к нашему источнику, первому источнику. И без этого источника все эти законы будут просто дикие и неописуемые соматы. Водильные частицы может быть интересны, но в своих молоденьи поместья. Я люблю мёд, очень люблю мёд, но в шубе не идёт. Но не идёт, потому что всему своё место и во времени тоже Салашево. Салашево, извиняюсь. Салашево. Окей? Я люблю мёд, это качество, это хорошо. Салашево тоже хороший. Но вот когда их совмещаешь, у меня не идёт, просто у вас хорошо всё. Ицет на наружу. И так же у нас у людей получается, когда мы, начиная какие-то мудрые мысли развивать, не согласовываемся с Творцом, а производим свои такие решения, может получиться в шубе с мёдом. Мы не можем обойти этот факт, что закон источника действен. И давайте там и начнём. Поэтому возьмите эти бумажки с собой, прононизируйте для себя, помолитесь о своём положении в этих процессах и к этим темам. И будьте благословенны во всех ваших размышлениях, потому что зная законы Всевышнего, вы можете по-другому организовать в своей жизни хотя бы что-то из-за дней. Благословение, размышление, и у меня одна проблема. Я совсем забыл, что сегодня пол-третьего нам нужно потихонечку покинуть эту территорию. Другими словами, мы сейчас встаём. Вы, когда берёте ногу, к ничто не покушать, можете взять её себе. Заверните во что-нибудь, возьмите хлеб и будьте благословенны на всю неделю, с Богом и до следующей встречи. Заверните. Я забыл, что сегодня все не помните. Хазинева будет иметь мероприятие здесь, я совсем забыл. Я прошу прощения, я вылетел из моих рамок в мире. Я надеюсь. Аминь. Будьте благословенны. Спасибо.